В Саратовской области сотрудники ДПС задержали автомобиль со смертельно больным пассажиром. Несмотря на уговоры отпустить водителя или дать возможность отвезти родственника в больницу, инспекторы оформили штраф. Через три дня больной скончался. Подробнее о произошедшем в сюжете Екатерина Ковальчук. Я тогда мало о чем думал. Мне надо было сказать. У меня была одна цель, которую я преследовал. Мне надо было везти отца в больницу. Все. Поэтому я пошел на это. То, что подписал протоколы пустые и прочее. В то утро Андрей как никогда торопился в Саратов. Тяжело больному отцу требовал срочная медицинская помощь. Андрей говорит, несмотря на то, что на счету была каждая минута, правила дорожного движения не нарушал. А вот инспекторы ГАИ посчитали иначе. Остановили. Якобы на зебре не пропустил пешехода. Хотя пешеход, он вообще на встречу шел. Ну, начали протокол составлять по пешеходу. Тут инспектор показал, что от меня алкоголь. Пахнет запах, алкоголь идет. Я пояснил, что я не пью. Отцу Андрея тем временем становилось все хуже. Полицейские посоветовали водителю поторопиться. Подписать протокол об отказе от мета-свидетельствования и продолжить путь. В итоге Андрей подписывает пустой протокол. Понятые также расписываются в чистых бланках. Попросили расписаться, потому что человека срочно надо было отпустить. У него больной отец был, в машине находился. Сам Андрей говорит, после обширного инфаркта употреблять спиртные напитки ему нельзя. А потому вот уже 4 года он не пьет. К тому же у него 20-летний стаж вождения. И он до сих пор работает водителем на КАМАЗе. А в начале месяца ему чуть ли не каждый день приходилось ездить к отцу в больницу. Он после работы приезжал через день, приезжал навещать его, ночевал и утром ехал опять на работу. Работал он тоже на машине. Это тоже надо заметить. С машины на свою машину, потом на работу опять на машину. И когда он знал, что нужно везти отца в Саратов, он напьется что ли? Уже позже Андрей выяснил. В документах появился еще один бланк о транспортировке автомобиля на штрафстоянку. На выяснение, кто прав, а кто виноват, ушло почти 40 минут. Андрей даже предлагал отвезти больного отца и вернуться к инспекторам. Те были непреклонны. Помочь больному врачи так и не смогли. Мужчина скончался через несколько дней. Сейчас семья Замаренковых пытается добиться справедливости. Ведь после этого инцидента Андрея лишили прав на полтора года. Екатерина Квальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.